Незаметно наступили последние июльские выходные и осталась позади финальная неделя этого знойного месяца. В памяти благовещенцев она отметилась самыми разными событиями. О наиболее заметных из них расскажем в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Город событий о людях» в студии Елизавета Соболева. И сначала небольшой анонс. Когда право собственности будет оформлено, все ненужное здесь снесут и приступят к строительству многоэтажек. Плюс 32 гектара в муниципальную собственность. Бывшие военные казармы уступят свою территорию социальному жилью. Первой на очереди строительства дорог будет улица Центральная на участке от Театральной до Дальней. Дождались. На пятой стройке в районе земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, начнется строительство дорог. Если я начинаю смотреть сериал, то я уже буду смотреть его. Меня немножечко даже выводит из струи, когда я пропускаю какой-то сериал. Жизнь без сериалов. На телевышке начался профилактический ремонт. Он продлится до конца августа. На уходящей неделе исполняющий обязанности главы администрации Александр Козлов работал в Москве. Там ему удалось достичь ряда договоренностей. Одна из них – выделение Благовещенску денег на капитальный ремонт многоэтажек. Если говорить точнее, средства в общей сложности 44 миллиона рублей получат два города, кроме областного центра, еще и тында. Но там планируют отремонтировать только два дома, тогда как в Благовещенске – 29. Кроме того, Александру Козлову удалось встретиться с министром регионального развития Игорем Слюняевым. Благовещенский городоначальник поднял вопрос о привлечении инвестиций для застройки «Золотой мили». Министр пообещал помочь и признал – это забота не только Благовещенска, но и страны в целом, ведь набережная Амура является лицом государства. Первым делом власти городские и федеральные планируют привлечь средства для проведения коммуникаций на насыпную территорию. Также городоначальник подал в Москве две заявки. Одну на транш в размере 8 миллионов рублей для точечного ремонта дорог, подмытых прошлогодним паводком. Вторую – на участие в еще одной федеральной программе – благоустроенное поселение. По ней областной центр может получать деньги на разные цели, но только связанные с благоустройством. Одним из главных вопросов, которые городоначальник решал в Москве, стала передача муниципалитету заброшенных военных городков, находящихся в черте Благовещенска. Александр Козлов провел переговоры с представителями Министерства обороны России и получил от них предварительное согласие. Речь шла о трех территориях общей площадью 32 гектара. Сегодня они пустуют. Более того, разрушающиеся здания представляют опасность для горожан. У муниципалитета же на эти земли есть далеко идущие планы. О них в сюжете Анны Шадриной. Эти бывшие казармы явно не украшают город. Часть военного городка чиновникам в погонах давно стала не нужна. Но и избавляться от нее они не спешат. Строения разрушаются, тонут в зарослях и представляют опасность, скажем, для детей. Об этом в том числе говорил Александр Козлов на встрече с представителями Минобороны России. Объекты на сегодняшний момент не охраняются. Мы неоднократно выходили на военную прокуратуру по привлечению руководителей частей. Это часть 67, 978, 648, 45а. Начальники частей в нашем понимании не принимают никаких мер, связанных с экранами этих объектов. А вот если бы земли, на которых располагаются заброшенные части, перешли в собственность города, пустовать бы им долго не пришлось. Сегодня Благовещенску, как воздух, нужны почти 150 гектаров земли под строительство социального жилья. Из них 65 гектаров, чтобы наконец расселить и снести ветхие аварийные бараки. Еще 67, чтобы обеспечить квартирами молодые семьи. И 16 гектаров под жилье для многодетных горожан. Если исходить из рыночных цен на участки и подведение к ним коммуникаций, то планы эти для городского бюджета совершенно заоблачные. А вот если ненужные военным земли вместе с трубопроводом и прочей инфраструктурой муниципалитет получат безвозмездно, то мечты имеют все шансы стать явью. И предварительное согласие от Минобороны уже получено после рабочей поездки Александра Козлова в Москву. Теперь идет оформление документов. Вот, например, военный городок номер 5 в квадрате улиц Зейская, батарейная Ленино-Артиллерийская. От него городу должны отойти 7 гектаров земли. Причем стоящие на них полуразрушенные строения администрации Благовещенска совершенно неинтересны. Главное, это земля и коммуникации под ней. Когда право собственности будет оформлено, все ненужное здесь снесут и приступят к строительству многоэтажек. Переселять в них будут те, кто до сих пор ютится в ветхих и аварийных домах. Кстати, район вполне достойный. Здесь и так уже немало новостроек. Помимо этого, городка муниципалитету должны отойти еще два. В районе улиц Железнодорожной, Нагорной, Красноармейской, Батарейной и на пятой стройке. В общей сложности это даст городу 32 дополнительных гектара под строительство. А тем, чьи жилищные условия сегодня не выдерживают никакой критики, надежду на лучшее. В районе пятой стройки в этом году начнется строительство дорог. Власти наконец нашли деньги на то, чтобы благоустроить район, в котором намерены строиться многодетные семьи. Бесплатные участки благовещенцы получили еще два года назад, но вот никаких коммуникаций там до сих пор не было. Этим летом решила помочь, правда, не федерация, а область. С чего планируют начать, расскажем в следующем материале. На данном этапе нужно поставить вот блоки, но сюда я не могу загнать кран, потому что он просто тонет. Строит дом для своей многодетной семьи Василий Семенов третий год. Участок в 15 соток получил еще в 2011 году, но с тех пор каждый раз подъезд к собственной земле доставляет массу неудобств. Дороги здесь нет. Строительная техника, заезжая на участок, вязнет в грязи. Что уж говорить о собственном транспорте. Здесь выезжаешь, когда дожди, мы выезжаем отсюда, и у меня пару раз останавливали инспектора. Я их прекрасно понимаю, они выполняют свою работу, но мыть машину здесь бесполезно. По одной причине, что в городе помоешь, по городу проехал, сюда проехал на участок, выезжаешь, и в итоге опять машина грязная. А соседу Василия Мансуру еще хуже. Он уже живет на своем участке. Пока идет строительство дома, все ютятся в вагончики. Уже завели небольшое хозяйство на территории. И вообще ни на что не жалуются, кроме отсутствия дорог. Много песока надо перевезти, там болото. Поднимать надо, если не поднимаешь, вода уже идет, когда дождь. А дети не могут ходить, играть. Вот такая ситуация. Исправить ситуацию власти обещают уже в этом году. На строительство гравийной дороги потратят 39 миллионов рублей. Большую часть из которых вносит областной бюджет. Вообще же цена вопроса составляет 118 миллионов. Но это с укладкой асфальта. В нынешнем году об этом речи пока не идет. Пока мы не обеспечим полноценный праздник ко всем участкам, ранее выданным, мы к асфальту приступать не будем. Объяснение очень простое. Сегодня мы обеспечим только часть. Какая-то часть у нас граждан не сможет подъехать. Ну зачем же мы будем тогда улучшать покрытие дороги, когда у нас некоторые просто не могут добраться. Строить дороги в районе пятой стройки будут поэтапно. Сначала власти обеспечат беспрепятственные проезды к тем улицам, где находится больше всего участков, в том числе и дом Василия Семенова. Первой на очереди строительства дорог будет улица Центральная, на участке от Театральной до Дальней. На втором этапе дороги появятся на улице Ромашковой, Придорожной и Энтузиастов. Они располагаются в той стороне. Все участки здесь исключительно для многодетных семей. Какая компания будет заниматься строительством дорог в районе пятой стройки, станет известно по итогам аукциона. Он уже объявлен. Примерно через месяц подрядчики должны приступить к работе. В Благовещенске в пятницу утром частично перекрыли улицу Мухина. Там начался ремонт проезжей части на сэкономленные этим летом деньги. И хотя улицу полностью никто не закрыл, обновить полотно планируют сначала с одной стороны, потом с другой, специалисты все же советуют автовладельцам объезжать этот район. Как и еще пять участков, где на этой неделе начали работать коммунальщики. Перекресток улиц Зейской и Пионерской в связи с реконструкцией канализационного коллектора полностью закрыли до 5 августа. Столько же времени потребуется, чтобы отремонтировать теплокамеру на Зейской между Лозой и Партизанской. До конца нынешней недели стоит объезжать улицу Шимановского на участке от Зейской до Амурской. Там тоже строят теплокамеру. В такие же сроки планируется обустроить теплотрассу по Островского на пересечении с Высокой. Там, правда, закрыли не всю проезжую часть, а только половину. Неудобства на Чайковского в районе Пушкина в понедельник только начнутся. Там до 30 июля специалисты проложат силовой кабель от судостроительного завода до электросетей. О том, чем еще запомнилась уходящая неделя, расскажут новости короткой строкой. Они в нашем эфире прямо сейчас. В понедельник амурские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности при оформлении документов на усыновление итальянской семьей благовещенского мальчика Максима Кичигина. На прошлой неделе в Италии его задушил приемный отец. В этот же день золотой медалью с Международной Олимпиады вернулся благовещенский хор детства. В Риге 35 наших вокалисток обошли 27 тысяч своих соперников из других стран. Во вторник в Благовещенске началась приемка детских садов. До 1 августа проверяющие должны обследовать все 38 городских доу на готовность к новому учебному году. В этот же день Роспотребнадзор обновил список водоемов, непригодных для купания. В него попали ручей Буяновский, что в Маховой паде, Чигиринское водохранилище, Зее в селе Белогорье и четыре Владимирских озера. За второй рабочий день недели все амурские министры не получат зарплату. Свой однодневный заработок они перечислили в пользу беженцев с юго-востока Украины. В среду Благовещенск окутала дымкой, которую ветер принес из Якутии. В северном регионе горят леса. В четверг стало известно, что за некачественно проведенный дорожный ремонт предлагается вести уголовное наказание. С инициативой дополнить главу Уголовного кодекса о преступлениях против безопасности дорожного движения выступил заместитель министра внутренних дел России Александр Савенков. А в отношении начальника Амурского автодорожного надзора завели уже второе уголовное дело за взятку. Теперь ему вменяют получение денег в размере 320 тысяч рублей от фирмы, занимающейся грузоперевозками. В пятницу власти начали объезд котельных с целью проверить, как идет подготовка к отопительному периоду. Оказалось, город готов к зиме на 60%. В этот же день на площади перед ОКЦ открылся зоопарк. Около 50 видов животных, от обычных волков до экзотических лигров, привезли из Пятигорска. На Амурской телевышке начался плановый ремонт и, как следствие, благовещенские телезрители в дневные часы видят на своих голубых экранах лишь рябь. Телевещание прекращается в 8 утра и возобновляется только вечером. Работающие горожане практически не замечают этого неудобства, но не пенсионеры, у которых днем самый пик просмотра всевозможных сериалов. Как переживают эту ситуацию благовещенцы и когда телевизоры снова заработают в круглосуточном режиме, знает Ольга Туманец. Раиса Самуиловна свою жизнь без телевизора представить может с трудом, ведь для нее он основной источник информации и общения. Свободное время, а его у женщины, как и у большинства пенсионеров достаточно, практически целиком посвящено голубому экрану. Фильмы, передачи и, конечно, судьбы сериальных героев представляют большой интерес. Если я началась смотреть сериал, то я уже буду смотреть его. Меня немножечко даже выводит из струи, когда я пропускаю какой-то сериал. Теперь, если не будет здесь сериала, то придется куда-то идти посмотреть к соседям, у которых кабельное телевидение. Пусть они выручают меня. Пока выход у поклонников дневного вещания действительно только один. Соседи с кабельным или спутниковым ТВ, а также интернет-версии любимых каналов. Впрочем, такие неудобства временны, обещают специалисты. И в конечном итоге профилактические работы, а именно они стали причиной отключений, идут только во благо. Без ремонта на телевышке никак нельзя. По протоколу он проводится раз в пять лет. Необходимо следить за антенномачным сооружением, дабы упредить какие-то нештатные ситуации, которые могут складываться во время ее текущей эксплуатации. То есть какие-то гайки подтягивать, металлоконструкции усиливать и прочие вещи. Казалось бы, все это можно сделать и в текущем режиме. Без отключений. Но выходит, что нельзя. Излучение антенны очень мощное. Она ведь покрывает зону в 60 километров. Поэтому находиться рядом с передающим устройством для здоровья человека очень вредно. А специалисты, проводящие профилактические работы, прибывают в непосредственной близости от передатчика с 8 утра до 5 часов вечера. Они могли бы работать и весь световой день. Но руководство ОРТПЦ решило все же не лишать благовещенцев эфира хотя бы по вечерам. Сейчас на телевышке идут покрасочные работы. Они начались в пятницу, хотя бригада промышленных альпинистов из Хабаровска приехала к нам еще в понедельник. Высотные работы – это очень серьезная работа. Поэтому у нас очень много времени отнимает чистая подготовка. Ну, соответственно, это установка лебедок, различных страховочных систем. Такой комплекс монтажных и подготовительных работ. Так, что еще? Ну, остальное – рутина. Рутиной промышленные альпинисты называют работу на высоте 186 метров. Это высота 50-этажного дома. Красить мега-антенну начали со шпилей, пойдут вниз, попутно проверяя все устройства. Могли бы, по словам специалистов, и управиться за две недели. Но свои корректировки постоянно вносит погода. И это не только дождь. Ветровую объясню обстановку, какая ветровая. Альпинисты проводят на вышке весь день, обедают там же. А связь с землей держат таким вот способом. Впрочем, в таком режиме им работать еще месяц. А к 29 августа телевышка полностью обновится и встретит свой полувековой юбилей во всей красе. А в завершении программы, напомню, благовещенцам снова предстоит провести два дня без воды. Она исчезнет в половине города вечером 4 августа из-за остановки водозабора «Северный». Здесь специалисты планируют провести ремонтно-профилактические работы. С 22 часов 4 августа до 22 часов 6 августа без воды останутся дома в поселке Аэропорт, в районе тепличного комбината, на КПП и хлопкопредельной фабрике. В третьем микрорайоне, поселках Мясокомбинат, Птицефабрика, Маховая Патия, Астрахановка. В районах Агромаша, Спичфабрики и Судостроительного завода, а также на улицах Зеленое, Строителей, на Кольцевой между Театральной и Новотройским шоссе. В остальной части города будет снижено давление водопроводной сети. В эти выходные свой праздник отмечают сотрудники, число которых в нашем городе давно уже занимает первое место. Продавцы, а точнее работники торговли. Вспомните об этом, зайдя сегодня в магазин и скажите им пару приятных слов. А я же с вами на этом прощаюсь. Обзор самых заметных событий следующей недели представим на будущих выходных. Всего самого доброго. До свидания.